Война не закончена до тех пор, пока не похоронен погибший в ней солдат. Это знаменитое изречение великого полководца Александра Суворова. И для того, чтобы все воины вернулись домой, работают как раз поисковики. Наши сегодняшние гости Наталья и Сергей Ельчининовы. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, заместитель председателя военно-патриотического поискового клуба «Патриот». Сергей Иванович, руководитель Оренбургского регионального отделения поискового движения России. Уважаемые гости, мы знаем, вы недавно вернулись из экспедиции. Это можно считать официальным открытием сезона? Официальное открытие сезона у нас произошло в апреле. У нас уже вторая экспедиция закончилась. Первая экспедиция у нас была в Республику Казахстан. Какими судьбами Казахстан? Вот мы тоже сначала очень сильно удивлялись, когда нам казахстанцы говорили, что они поднимают солдат, погибший в год Великой Отечественной войны. На территории Республики Казахстан. На территории Республики. Поэтому мы с опаской к этому отнеслись. И вот года через три, как планировали, мы туда попали. Конечно, были небольшие проблемы с тем, чтобы нас туда запустили. Прочие, но они все решились. И с местным отрядом с города Уральска имени Маншук Маметовый. Мы поработали вдоль линии железной дороги, которая считалась при фронтовой в годы Великой Отечественной войны, в период Сталинградской битвы. И подняли там два наших советских солдата. Вы что-то хотели добавить? Да. К сожалению, эта страничка в истории не только Казахстана, но и вообще Великой Отечественной войны, наверное, немножко несправедливо так упущена. И дальше планируется работа по этой тематике, что провести работы совместные. Они отработали станции Сайхин и Шунгай. И, соответственно, еще есть две станции, которые находятся на территории Российской Федерации. Но они объединены, все железные дороги едины. Это Джунгай. Большой Баскунчак, Малый Баскунчак. Да. И поэтому планируется дальше эту тему развивать. И, соответственно, проведение совместных экспедиций еще с Республикой Казахстан, в том числе и на нашей территории. Перспективно. И вторая экспедиция. И вторая экспедиция. Мы буквально на днях вернулись из Смоленской области. Это Угранский район. Туда, в тот район, мы выехали впервые. Интересная местность. Работали мы в урочище... Кошелике. Деревне Кошелике. Урочищ там много, то есть это бывшие деревни. И работали по подъему солдат Рабочей Крестьянской Красной Армии. Результат это четыре солдата Рабочей Крестьянской Красной Армии. В экспедицию выезжало нас 15 человек. Много тех, кто выезжал первый раз, ребят. И еще хочется отметить, что к нам присоединились коллеги из Республики Казахстан. Казахстанцы приехали, да, два человека. И тоже поучаствовали вместе с нами в экспедиции уже вот на территории Смоленской области. Необходимо отметить, что в Смоленской области они работали первый раз. То есть вот такой вот обмен опытом состоялся. Да, интересно и перспективно, конечно. Что-то привезли? Да, привезли некоторые экспонаты, которые были с солдатами. Вот Наталья Анатольевна расскажет, что это такое. Ну, это котелок, как бы стандартный котелок солдатский. Все предметы – это предметы, обнаруженные с одним солдатом. Это его личные вещи, кружка, ложку мы видим. И то, что самое необычное, для нас необычное – это знак гвардии. И мы знаем, что в 43-м году первые гвардейские вот эти вот знаки были вручены. Это Ельня, это Смоленская область. Это буквально прям там рядышком с тем местом, где мы работали. Ельнинский район и сама Ельня. И вот такой вот гвардейский знак был обнаружен вместе с солдатом. То есть вот он был уже награжден. И гвардейская... Получается, он наверняка номерной же? К сожалению, нет. Знаки гвардии были без номеров. Поэтому вот, несмотря на то, что такой вот знак есть, но, к сожалению, имя солдата установить не удается. А как часто? Вот, видите, установить личности погибших редко, часто удается? Наверняка же редко. Да, это большая удача для поисковиков. Ну, процентное соотношение сказать сложно. Один к скольки. Но это действительно большая удача, что солдат его заполнил, что он имелся у солдата, что сохранился. Потому что, к сожалению, помимо привычных нам черных бакелитовых капсул, были еще и металлические медальоны, были и в виде ладанки медальоны. То есть это более ранние варианты. Здесь следует отметить, когда мы работаем по 41-му году, это происходит чаще. Потому что в начале 42-го года появились красноармейские книжки, и заполнение медальона стало необязательным. В зависимости от той территории, где работаем. Когда мы работали в Карелии, там вообще медальоны в виде ладанки 25-го года. Они вообще практически не читаемы. А есть, попадались ли какие-то находки, которые вот особенно близки вашему сердцу, какие-то вообще особенные, которые вот до сих пор памятны? Ну, я хочу отметить находку предыдущих экспедиций. Это я лично работала в Роскопе, и, соответственно, был найден медальон. И вот в медальоне скрутка, скрутка прочиталась, в идеальном состоянии была, были найдены родственники. Это вот как бы одно из таких вот ярких впечатлений, которые, конечно, неизгладимы, неизгладимы, и они остаются всегда с человеком. Родственники были найдены. Родственники с благодарностью восприняли новость о том, что их прадед вернулся уже в наши дни, да, с войны. И когда уже с ними взаимодействовали, разговаривали, они сказали, что он их собрал, несмотря на то, что через столько лет уже многие люди между собой даже не были знакомы. И вот этот вот их прадед, он их собрал и познакомил между собой. У меня довольно все проще. Ну, естественно, медальон – это самая важная вещь, которую хочется поднять поисковику. Основная, действительно. Вы правы. Но меня поразило, когда я первый раз поднял стеклянную фляжку. До этого, когда осколки находил, мне более старшие товарищи, более опытные, это стеклянная фляжка. Я родила, ну, какие стеклянные фляжки? И когда сам поднял стеклянную фляжку, полез в историю и прочее, что они выпускались с 1934 года, трехцветные, т.д. т.п., еще при царе-батюшке. Вот это меня засыпило хорошо. А на основании каких данных вообще организуются экспедиции? Вы же не просто так едете на пустое место? Давайте там поищем, наверное, работа в архивах или что? Или какие-то? Да, совершенно верно. Предварительно, прежде чем выезжать на какое-либо место, ну, как минимум, отрабатываются сайты Министерства обороны, память народа, подвиг народа, и выбираются журналы боевых действий, донесения периода Великой Отечественной войны по тому или иному району. То есть, когда мы едем в какую-то экспедицию, мы уже понимаем, что в какой период там были боевые действия, в какой период там была Великая Отечественная война. Ну, соответственно, вот в данном случае Угранский район, там как бы и в 41-м году, да, то есть, когда он попал под оккупацию, и когда его освобождали. То есть, это с 41-го по 43-й там боевые действия были в полном разгаре. И вот это вот урочище Кошелики, оно переходило из рук в руки несколько раз. И поэтому, когда мы работали уже по поиску останков, незахороненных солдат, нас местный отряд предупредил, что, возможно, не только нам попадут красноармейцы, но и, возможно, солдаты Вермахта тоже попадут. Самое главное – это, конечно, взаимодействие с местными поисковыми отрядами, потому что они местность знают, работают там давно, и происходит тесное сотрудничество. Да, они помогают и как с изучением местности, так и с организацией в целом. Потому что доставка тех же продуктов, завоз отряда в лес, потому что вот в данном случае у нас, как Сергей Иванович уже сказал, было очень много новеньких ребят. То есть, нам нужно было полностью организовать весь процесс. Вот здесь, конечно, без местных отрядов очень сложно. Ну, про новеньких я вас еще спрошу. А вот вы отметили, что попадаются не только наши бойцы, но и солдаты Вермахта. Как в этом случае действуете? Ну, алгоритм действий следующий. Солдата зацепили, независимо от того, к кому он относится, его поднимаем. Если это большая вахта, есть представитель, так сказать, бундесферы, в каждой боевой территории он есть, то передаем им. Если нет, то приходится поднимать и уже потом передавать останки. А бывают какие-то сложности, вот когда вы нашли бойца, даже повезло опознать? Вот вы сообщаете родным, реакция радостная всегда? Или, учитывая то, сколько времени прошло, бывают разные реакции? В основном всегда, но, к сожалению, встречается на нашей практике такой единственный случай был. Надеемся, что он останется единственным случаем, когда люди отказались принимать медальон солдата. И был главный вопрос, а будет ли нам какая-то выплата. К сожалению, поднятый медальон – это никакой выплаты и никаких начислений не дает. И тем более, что мы общественная организация, то есть мы-то тем более никаких выплат не делаем за этот поднятый медальон. Но вот, к сожалению, такой случай был. Надеемся, что он так и останется единственным в нашей практике. Здесь хочется сказать, что некоторые нечистые на руку товарищи, когда информацию видят в интернете и прочее, нашли солдата, нашлись родственники, требует с родственник денег для того, чтобы привезти его. Запомните, пожалуйста, все, что поисковики денег с родственников не берут. Все мы привозим это сами. Но я еще даже слышал, что черные копатели, даже учитывая то, что они ищут оружие, но находят останки и делятся своими находками с поднятой организации. Черные копатели, если они работают давно в теме, они что нужно заберут, остальное аккуратно сложат. Бывают, конечно, и мародерские раскопы, когда все раскидано, но это вообще отношение к нашим предкам неподобающее. А какие бывают проблемные вопросы в процессе захоронения? В основном самые проблемные вопросы возникают с тем, что если мы с вами вернемся вообще в эту сферу захоронения, ветераны, которые ушли от нас сейчас в наши дни, уже в период Российской Федерации, военкоматы выделяют финансирование на установку памятника. К сожалению, солдаты, погибшие в период Великой Отечественной войны, не имеют такой льготы, скажем так. То есть они граждане Советского Союза, и они погибли в Советском Союзе. И, к сожалению, вот это вот очень часто бывает вот такой проблемой, когда военный комиссариат не может оплатить памятник, а родственники настаивают на том, чтобы военкомат оплатил. Но в данном случае очень часто муниципалитеты, руководители муниципалитетов, где проводят захоронения, берут ответственность на себя и этот вопрос решают. Вот. То есть, ну вот по-разному бывает. Да. Вот вы сказали, что было много новичков. Идут молодые в поисковое движение? Какие от них требуются качества? Как с ними работаете? Какие навыки, какие знания? Ну, самое основное у нас то, что мы проводим свой поисковый лагерь-поиск. То есть мы там, ребят, готовим. Основное, что от них требуется, это их желание. Не каждый может жить в палатке, тем более весной, довольно-таки холодно. Не каждый переносит гнус, не каждый может развести костер. Поэтому в лагере мы пытаемся всему этому их учить. У нас есть своя смена, которая начнется у нас 30 мая, будет по 8 июня. На базе лагеря «Авангард». Будет 84 человека, большинство из которых, мы надеемся, поедет в экспедицию. Основное, что мы пытаемся привить детям, то, чтобы они заинтересовались историей своей семьи. Об участниках, о родственниках. То есть про свою семью надо знать все. Не будешь знать семьи, не будешь знать историю страны. В течение года, конечно же, проходит еще ряд мероприятий, где ребята пополняют свои знания. Потому что один лагерь не решит вопрос вовлечения молодежи в деятельность объединения. И поэтому в течение года проводятся различные слеты, различные встречи, экскурсии. Потому что практически в каждом поисковом отряде нашего региона есть свои музеи. Есть передвижные выставки, с которыми мы выезжаем в школы, выезжаем в образовательные организации, такие как СУЗы, ВУЗы. Соответственно, проводим различные уроки истории, уроки памяти. Также работает проект «Бессрока давности» с огромной большой выставкой наглядной. И также совместно с другими партнерскими организациями, одной из которых является, например, архив областной, работаем по вовлечению, по разъяснению среди молодежи. В том числе пытаемся разъяснять и показывать на примерах ту фальсификацию, которая на сегодняшний день, к сожалению, появляется в истории Великой Отечественной войны. Но какие-то, сами видите, методы, как противостоять вот этим попыткам переписать историю? Да, конечно. Изучение истории своей семьи – это основное. Потому что каждый ребенок, когда покопается и узнает, а где же воевал его прадедушка, где же была его прабабушка, какой личный вклад они внесли в дело победы. Я думаю, что, почитав те же журналы боевых действий на период Великой Отечественной войны, почитав материалы проекта «Бессрока давности», тут уже… Информации много. Просто мы направляем детей, молодежь на то, чтобы они покопались в нужном направлении для себя и сделали сами выводы. Мы не агитируем ни за что. Мы просто даем информацию. А люди уже сами распоряжаются… Они сами вольны. Верить… Не наши, а верить той информации, либо какой-то другой. Потому что в интернете всего очень много. Если интересно, то… Да. И еще такой момент. Хочется отметить, что ребята, когда выезжают в экспедицию, первый вопрос, который мы им задаем там уже в лесу. А какую книгу о Великой Отечественной войне вы читали? Ну, и, например, приводим такие примеры, как «Повесть о настоящем человеке». Замечательное произведение, которое раньше изучалось в литературе. Сейчас не могу сказать, изучается или нет. Василий Теркин. Тот же Василий Теркин. Да, замечательная поэма, которая тоже рассказывает и о подвиге, и обо всем фактически рассказывает эта поэма. Ну и, соответственно, вот эти вопросы задаем. Какие вы фильмы видели о Великой Отечественной войне? Ну, для меня, например, вот этот вот первый фильм, почему говорю первый период Советского Союза, да, «Зори здесь тихий», но неизгладимое впечатление этот фильм оставляет. Ну, то есть, как бы, ребята, читая, просматривая, знакомясь, в том числе и в рамках вот такого вот творчества, они тоже черпают и знакомятся, и изучают. Ну, на этой позитивной ноте тогда давайте закончим. Успехов Вам в наших, в Ваших начинаниях и побольше подключения молодого поколения. Спасибо. Напомним, сегодня нашими гостями были Наталья и Сергей Ельчининовы. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин